С просьбой о присяжных заседателях к председательствующему по делу федеральному судье Владиславу Нехаеву обратилась одна из подсудимых Вера Шугаибова. Из 13 фигурантов только ей вменяется следствием 105-я статья. Коллегия присяжных из 8 основных заседателей и 12 запасных была сформирована к вечеру 10 января. Моя подзащитная, которая собственно предъявлена на это обвинение, вину свою предъявленному обвинению не признает, поясняет, что она не причастна к совершенному преступлению. Соответственно, я безусловно придерживаюсь именно этой такой же позиции и этому есть объективные доказательства в материалах уголовного дела и нет объективных доказательств, свидетельствующих о том, что она причастна к этим преступлениям. Вера, вы знали, что у мужа такие дела существуют? Про мошенничество, да, я знала. По поводу убийств не знала ничего. То есть вы не знали, что вот столько трупов, да? Вы когда узнали сами? Сама узнала в июле 2018 года. Каким образом узнали? От следствия? От следствия, да. От следователя Арказеева, Коншубея, Шамильевича. Скажите, а муж вам что-нибудь говорил в своё оправдание? Нет. Ничего? Нет. Вы с ним больше не виделись? Вы разговаривали? Ну, мне не давали разрешения на свидание. Сейчас вы в СИЗО. Как вас содержат? Ну, содержат, мне также не разрешают со свиданием. Не есть детьми ни с кем. Дети с кем? Со свекровью. Со свекровью. Что вы хотите сказать сейчас на сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту? На сегодняшнюю минуту? Ну, в том, что я не виновата, в том, что меня оговаривают. Как мы уже сообщали, муж подсудимый, Роман Шугаибов, по мнению следствия, возглавлявший банду чёрных риэлторов, покончил с собой в следственном изоляторе. Дело насчитывает 61 том. Напомним, по мнению следствия, на счету членов банды 9 убийств, ряд мошенничеств и краж. Уголовное дело расследовалось в отделе по особо важным делам регионального следственного комитета. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется создание преступного сообщества в организации и участие в нём. Совершено 9 убийств, а также 5 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной преступной группой. А вот участь жертв подсудимых. Трое утоплены в городских карьерах. Один живым утоплен в проруби реки в Ромешковском районе области. Ещё трое живыми закопаны в могилы кладбища в Конаковском районе области. Один из членов банды Насиров, а он пошёл на сотрудничество со следствием, в конце 2019 года выслушал приговор. Его дело было выделено в отдельное производство и в суде рассматривалось в особом порядке. Приговор Насирову – 15 лет изоляции от общества в колонии строгого режима. По всем четырём преступлениям государственное обвинение попросило наказание в виде лишения свободы. А именно по хищениям, а именно по преступлениям предусмотрено статьей 158 и 159. По трем преступлениям государственное обвинение попросило в виде трёх лет, шести месяцев лишения свободы. И по статье 105 убийства, совершённое с отягчающими обстоятельствами, гособвинение попросило видеть 12 лет лишения свободы. И по совокупности данных преступлений, путём частичного сложения наказания, окончательное наказание гособвинение просило Насирову назначить в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Насиров подал апелляционную жалобу на приговор Конаковского городского суда. Жалоба будет рассмотрена 23 января. Мы следим за ходом событий. Получен официальный комментарий из регионального следственного комитета по факту нападения на заведующего травматологическим отделением Ржевской районной больницы. Мужчина зашёл в больницу в ночь на 2 января и нанёс врачу несколько ударов по лицу и голове. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средств массовой информации, следователем Ржевского межрайонного следственного отдела, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 13 января стало известно, что материал проверки направлен по подследственности в Ржевский отдел полиции.